есть такой вал его надо удлинить вот по такой схеме в центрах проточил среднюю часть которая будет прессовываться в болванку затем этот вал распилил вот это будет средняя часть ее надо расточить внутренние посадочные места в это проточенное отверстие будет вставляться кусочек вала отрезанный запрессовываться перед запрессовкой просверлю здесь отверстие сколько-то штук запрессую вал и потом в эти отверстия проварю станочек небольшой приходится эту болванку тычить в люмете длины расточного резца хватает здесь 80 миллиметров надо протачивать а пиноль задней бабки выходит только на 40 миллиметров то есть ее приходилось несколько раз переставлять одна сторона готова теперь остается только запрессовать и проварить теперь надо сделать вторую сторону рассверлить и проточить отверстие надо эту болванку немножко укоротить чтобы вот размер 440 вот этих канавок должно быть вот по канавкам 440 внутрь 80 миллиметров вот эти 80 миллиметров вот здесь надо ее отпилить вот здесь надо ее отпилить вот здесь надо ее поднимать вот здесь вот вот сюда вот здесь вот вот здесь вот Центральная часть готова. Теперь надо ее подогреть и запрессовать с обоих сторон валы, как-то так. Вот одна часть запрессована на горячую, а со второй частью надо аккуратней, так как здесь надо, чтобы соблюсти размер, сделаю метку, до какого места можно ее посадить, в общем надо сделать как можно точнее. Нагреваем. Волны запрессованы, один зашел хорошо на горячую, а другой на горячую не зашел, пришлось давить прессом. Теперь нужно проварить отверстия. Отверстия проварены, теперь надо немножко его пройти, облагородить, чтобы был ровный и красивый. Поверхность здесь проточил, получился вот такой вал, все ровненько получилось. Вал готов, проточен, проварены заклепки, вот эти отверстия, чтобы держались вот эти половинки валов. В этом месте я еще не проварил, но возможно это не нужно, если что, человек сам проварит. Дальше нужно отремонтировать подвеску снегохода, здесь вот стоит, вот в этом месте должны стоять втулочки пластмассовые, надо выточить втулочки, вот старая втулочка, вся изношенная, а вот вал. Вот износ у него был какой, у этого вала. Этот износ я сейчас с этого края заварил, с этого тоже сейчас заварю, и затем нужно будет его проточить. Заварилась, деталька после сварки еще тяжелая, так что надо брать плоскогубцами. Так как отверстие шпинделя станка чуть меньше 20 мм, а вал 20 мм, плюс тут наварено, то есть он туда не влезет. Приходится делать с люнетом. В это, здесь с торца есть резьба. Вкрутил шпильку на 10, шпильку в патрон. С этой стороны зажал в люнет, и теперь надо проточить место под втулку. Вкрутил шпильку на 10, шпильку на 10, шпильку на 10, шпильку на 10. Вкрутил шпильку на 10, шпильку на 10, шпильку на 10. Вкрутил шпильку на 10, шпильку на 10. Теперь нужно выточить втулочки внутренний размер под этот пруток, а наружный по трубе. Ну, чтобы с натягом село. Есть кусок фторопласта, проточу его в цилиндр и затем выточу втулочки. Здесь в центре просверлил отверстие центровочное с двух сторон. Зажал в патрон, как попало. Тут он, конечно же, не по центру, а с этой стороны вращающийся центр. Здесь сейчас немножко проточу место, чтобы за это место потом вставить в патрон. А с той стороны начну уже протачивать. Там тоже центровочное отверстие и проточу его полностью. С одной стороны проточил. Теперь переворачиваю заготовку. Со стороны патрона она уже отцентрована. Здесь подпираем вращающимся центром и теперь протачиваем по всей длине. Заготовочка проточена. Здесь вот видно фаска осталась. Я ее специально оставил. Так как если ее не оставить, резет будет по всей окружности проходить и стружка будет бесконечна. И она будет наматываться на заготовку на эту. И будет борода. Вот так получается вот такая вот стружечка. Она никуда не наматывается и ее удобно убирать. Надо мне проточить примерно вот такой кусочек диаметром 28 миллиметров. Заготовочку сделать. И сейчас я покажу, что будет если будет бесконечная стружка. Поехали. Вот такая мотня получается. И чтоб ее снять надо или резать, или центр отодвигать. Поехали. Вот так. И прохали. И Endرة Такая вот получается бесконечная стружка, мочалка. Редактор субтитров А.Семкин Тулочки готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вал входит плотненько, даже очень. Все, вал на месте. Можно ставить и ездить.